С 1 января этого года произошли изменения в законодательстве, значит, в нашем законе 115-м 2002 года о правовом положении иностранных граждан. Значит, иностранные граждане без визовых стран, значит, при, так скажем, заезде на территорию Российской Федерации должны при пересечении границы получить миграционную карту, в которой в обязательном порядке должна быть указана цель везда – работа. Значит, в противном случае патент получить они не смогут. Затем иностранный гражданин встает на миграционный учет по месту пребывания на территории Российской Федерации, и в течение 30 дней, он рабочих дней, да, календарных, он имеет право обратиться в Федеральную миграционную службу, значит, за получением патента. Помимо этих документов, помимо, значит, заявлений на получение патента, он должен предоставить полис, медицинский полис обязательного страхования, значит, тоже новшества ранее, это не требовалось, должен предоставить медицинскую справку об отсутствии иностранного гражданина, лица безгражданства, инфекционного заболевания, заболеваний наркомании и ВИЧ, и должен предоставить, значит, значительное, значит, подможество сертификат на знание иностранным гражданинам лица безгражданства русского языка, истории или законодательства Российской Федерации. Значит, сертификат, это не единственный документ, который подтверждает знание иностранным гражданинам русского языка. Также, если иностранный гражданин ранее, в эпоху СССР, обучался, значит, в общей образовательной школе и имеет аттестат, значит, установленного образца, выданный до 1 сентября 1991 года, это тоже будет являться основанием для выдачи патента. И если иностранный гражданин вперед своего предыдущего пребывания в Российской Федерации, значит, окончил высшее учебное заведение, окончил, значит, техническое, средне-техническое образование получил и, соответственно, у него тоже имеется диплом установленного образца об окончании высшего учебного заведения и технического колледжа на территорию Российской Федерации. Значит, в отношении граждан с визовых стран, которые с визовой цели въезда, ситуация осталась прежней, значит, они также получают разрешение на работу. Значит, по ним ситуация не поменялась. Единственное, у них изменилась стоимость оформления разрешения на работу, значит, стоимость в настоящий момент составляет 3500 рублей, она несколько повысилась, а для организации, значит, увеличилась стоимость, значит, оформления разрешения привлечения на остальные рабочие силы, ранее на 1006 тысяч, в настоящий момент будет составлять 10 тысяч рублей. Продолжение следует...